В 1945 году закончилась Вторая мировая война. Проигравшими странами оказались страны оси между Берлином, Римом и Токио, а именно Третий рейх, фашистская Италия и Японская империя. И как мы все знаем, главного развязывателя войны Германию разделили на 4 зоны оккупации – советскую, американскую, французскую и британскую. То же самое произошло даже с Австрией, к слову, и казалось бы, Японию тоже должны были разделить на зоны оккупации, поскольку эта страна в годы Второй мировой войны совершила тягчайшие преступления, которые даже невозможно описать словами, вспомнить ту же нанкинскую резню. По логике вещей, Япония тоже должна была покаяться и откупиться за свои грехи, но почему этого не произошло? И главное, почему Японию не разделили после Второй мировой? Японская империя сражалась по большей части лишь с Соединенными Штатами. Начиная с 7 декабря 1941 года и аж до 14 августа 1945 года, причиной войны стала политика Японии по экспансионизму Азии и Океании. Уже через полгода, к лету 1942 года, Япония обрела просто невиданную сферу влияния. Американцы не оставили это просто так и уже летом 1945 года они приблизились к берегам основной части Японии. 5 апреля 1945 года СССР заявил о генонциации Советско-японского договора 1941 года о нейтралитете, а 8 августа 1945 года официально присоединился к Потсдамской декларации США, Англии и Китая о Японии. После того, как японское правительство отвергло изложенные в Потсдамской декларации условия капитуляции, 9 августа 1945 года советские войска начали боевые действия против Японии. 6 и 9 августа 1945 года американская авиация сбросила атомные бомбы на города Хиросиму и Нагасаки, что привело к огромным разрушениям и потерям гражданского населения. Спустя полнедели Япония сдалась союзникам 14 августа, когда японское правительство уведомило союзников о том, что оно приняло Потсдамскую декларацию. В войне на Тихом океане Соединенные Штаты потеряли 106 тысяч военнослужащих убитыми и пропавшими без вести. Советские же потери составили 36 тысяч человек. Даже Новая Зеландия потеряла 578 граждан в этой войне. Для СССР и США это было весомой причиной для справедливого раздела Японии на оккупационные зоны, но что-то пошло не так. А вот что, США взяли под свой контроль всю основную часть Японии, и по факту это и был раздел Японской империи, но лишь с одной помарочкой. Он был единоличным, хотя изначальные планы все-таки предполагали раздел Японии на 4 оккупационных зоны, как и в случае с гитлеровской Германией. Однако, раздел страны восходящего солнца отличался в планах тем, что Франция не должна была участвовать в этом мероприятии, что в принципе и логично. Давайте же взглянем на карте, как должны были выглядеть оккупационные зоны на территории Японии. Север по плану должны были отдать Советскому Союзу, юг в свою очередь отходил Великобритании, остров Сикоку переходил под власть Китайской Республики, а остальная же часть Японии на острове Хонсю должна была быть оккупирована Соединенными Штатами. Это, конечно, интересная и не всем известная информация, но все же остается открытым следующий вопрос. Тогда почему именно США взяли Японию под свой контроль полностью? Ну, это вообще не должно никого удивлять по нескольким причинам, а именно, на мировой политической арене США имели все причины и предпосылки для полной оккупации Японии. Но ведь кто-то же мог возразить Соединенным Штатам верно? Ну, на самом деле нет. Еще более очевидная причина, по которой Япония отошла США, является то, что с Америкой не спорила бы ни одна страна мира из-за уникального на то время американского ядерного арсенала, который очень наглядно продемонстрировал, что если кто-то будет не нравиться США, и если вы к тому же слабая страна, в коих после Второй мировой войны было полмира, то вам катастрофически не повезет. И это еще мягко говоря. Следующая причина менее весомая, но тем не менее. У США были самые лучшие морские войска, поэтому, что касается американских сил, они вели основную часть боевых действий против Японии, и не видели причин, по которым им бы пришлось делить земли и людей побежденного врага. Многие в правительстве США считали, что остальные западные союзники – Британия, Франция и их колонии – сделали мало, чтобы помочь в борьбе против Японии. Хотя, американцы все же не стали посягаться на территории Южного Сахалина, и с точки зрения логики, они правильно сделали. В России СССР как-никак тоже боролся с Японской империей, даже будучи ослабленным от войны с Германией, и потому, как я думаю, США не видели никаких проблем в том, что СССР обретет в качестве компенсации после войны с Японией эти территории. Однако, тем не менее, президент США Гарри Трумэн был ярым противником распространения коммунизма, и далее в глубь японских земель Америка не позволила проникнуть Советскому Союзу. Что касается Франции, она, как я ранее сказал, мало помогала США в войне с Японией, да и к тому же, ей возвращалась под контроль ее бывшая колония Индокитай. Что касается Китая, Чан Кайши не был столь заинтересован в маленьком островке, он хотел закончить вызванную коммунистами гражданскую войну. Ну а насчет Великобритании, и почему она отказалась от оккупации земель, а потому, что она не имела средств на восстановление экономики на предложенной ей территории. Ну и самое главное, на этой же территории находились оба города, подверженных американской бомбардировкой, Хиросима и Нагасаки. И как вы понимаете, запашок там был не очень. Но стоит заметить, что хоть Сталин и был немного рад приобретенной территории на Дальнем Востоке, его раздражал тот факт, что СССР не принимает никакого участия в оккупации Японии. Это свидетельствовало о том, что побежденная империя станет антикоммунистической и проамериканской. И именно по этим всем причинам, с 1945 по 1952 год, Япония, без учета утерянной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов, была под единоличной оккупацией Соединенных Штатов Америки. И вы можете написать в комментариях, пошел ли на пользу Японии американский контроль, или лучше бы Япония была просто независимой. Ну а на этом все, уважаемые зрители. Я надеюсь, что вам ну правда понравилось это видео, потому что я максимально старался подать информацию нейтрально. Если это так, то ставьте вподобайку и пишите коммент. А главное, поделитесь этим видео со своим другом, знакомым или близким. Заранее тебя об этом благодарю. Лично тебя. В общем, спасибо также за просмотр. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok